Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Наверняка многие партнеры компании OneCoin OneLife заметили, что официальный сайт компании последние дни недоступен. Вообще, хотелось бы обсудить, что происходит в компании. И вы можете в поиске Ютуба вбить, например, такую фразу «OneCoin – новости из Софии» и найдете видеоролик, записанный партнером компании OneLife, Раджем Деликом, в котором он рассказывает, что примерно неделю назад он попытался посетить офис компании в Софии, но у него это не получилось. Болгарский журналист Николай Стоянов опубликовал в своем твиттере следующий текст и приложил несколько фотографий, из которых видно, что сотрудники офиса OneCoin вывозят какое-то оборудование и канцелярские принадлежности. Вот перевод сообщения Николая Стоянова. Что-то происходит в штаб-квартире OneCoin. Двери открыты. Небольшой потрепанный фургон, припаркованный перед зданием, был заполнен различным офисным оборудованием и принадлежностями. Не похоже на содержимое знаменитой кассовой комнаты на третьем этаже. Выглядит так, будто компания съезжает. Но кто знает. На этом фото виден старый потрепанный УАЗик, припаркованный у офиса компании OneCoin. Можно, конечно, отметить, что компания, в которой топ-лидеры в месяц зарабатывали по несколько миллионов долларов, а сама компания имела многомиллиардные обороты, и для перевозки мебели нанимается вот такой вот старенький потрепанный ржавый грузовичок, ну, вызывает, мягко говоря, улыбку. Здесь видно, что происходит погрузка офисной мебели в УАЗик. Вот этот мужчина держит две офисных столешницы, и похоже, что эти столешницы сейчас загружаются в УАЗик. На этой фотографии не очень понятно, что там грузится, то ли пустая бумага, то ли документы. На этом фото видно, что мужчина идет со стулом, но идет в обратную сторону. Могу предположить, что, может быть, в микроавтобусе просто не осталось места, и он несет этот стул обратно. При попытке зайти на официальную страницу OneCoin, onecoin.eu, я вижу следующее. Страница не найдена. На известном сайте BehindMLM опубликована по данному поводу статья, перевод на русский. Веб-сайт OneCoin недоступен, DNS-записи показывают, что он находится в последствии. Веб-сайт OneCoin недоступен, записи DNS показывают, что хотя компания все еще владеет доменом веб-сайта, в настоящее время он находится в последствии. Если не вдаваться в технические подробности, DNS-записи – это то, что указывает адрес веб-сайта, onecoin.eu, в данном случае, на соответствующий сервер. По состоянию на последние 24 часа, DNS-запись OneCoin для их сайта была переключена на сервер удержания. В соответствии с EURID, статус удержания сервера означает следующее. Доменное имя зарегистрировано на имя владельца домена, как указано в WHOIS, но временно неактивно, то есть веб-сайт и электронная почта не функционируют и находятся под следствием. Код состояния server-hold задается реестром домена, который в данном случае является EURID. На данном этапе мы не знаем, кто расследует DNS с сайта OneCoin. Мы связались с EURID для получения дополнительной информации и сообщим, если услышим что-нибудь еще. Итак, складывается интересная ситуация. Партнеры OneCoin, которые хотели посетить офис в Софии, не смогли этого сделать. Опубликованы фотографии, показывающие, что из офиса в Софии выводится мебель и какое-то оборудование. И второй немаловажный факт, что официальный сайт компании OneCoin.eu на данный момент также недоступен. Само собой напрашивается вывод, что эти события связаны с судебными процессами, происходящими сейчас в Нью-Йорке. А именно судебный процесс по делу Марка Скотта, который обвиняется в отмывании 400 миллионов долларов для OneCoin. И по делу Константина Игнатова, брата Ружи Игнатовой. Если хотите высказать свое мнение по поводу офиса компании OneCoin, может быть компания просто решила сменить место офиса и переезжает с одного места на другое, то, пожалуйста, пишите в комментариях. А также можете высказать свое мнение по поводу недоступности главного сайта компании. Я же буду продолжать следить за ситуацией и как только будут какие-то новости, обязательно буду держать вас в курсе. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.